Бывшая тройка диалог, Сбербанк КИП, опубликовала очередной индекс потребительской уверенности россиян, или индекс Иванова. Индекс снизился до минус 15 во втором квартале по сравнению с минус 10 в первом. Новость, конечно, плохая. Коллеги связывают данную динамику с ослаблением рубля. Естественно, ослабление рубля вызвало инфляцию, хотя наши чиновники полагают, что причиной инфляции является холодная погода в центральной России, и, как это может быть не покажется кому-то странным, футбольный кубок Конфедерации, который прошел летом текущего года в России. Мы полностью согласны с мнением Сбербанк КИП о том, что девальвация это главный фактор неуверенности российских потребителей. Во многих странах мира, в том числе и в России, граждане меряют финансовую стабильность по стабильности национальной валюты. Это естественно. Конечно, влияние девальвации на инфляцию намного меньше, чем во время кризиса 2008 и тем более 1998 года. Однако, кроме инфляции, есть еще понятие внутреннего комфорта, ощущения человека, как он воспринимает экономические процессы, которые проходят в России. С нашей точки зрения дискомфорт трудно оценить в твердой денежной сумме, однако он, несомненно, присутствует. Россияне, мягко сказать, не уверены в экономическом будущем и настоящем. Да, бюджету нужен слабый рубль. Ужесточение политики Федрезерва, новые, вероятно, американские санкции, и прочий негатив, скорее всего, приведут к девальвации рубля до уровня 64, может быть, даже 68 рублей за доллар. В этом случае, конечно, не будет никакой годовой инфляции в 4%. С бюджетом все будет нормально. Однако, внутренний комфорт граждан России, мягко сказать, пострадает. Бедность и неуверенность в будущем экономики являются, наверное, основной социальной проблемой современной буржуазной России. Конечно, этот вопрос можно решить через устойчивый экономический рост. Об этом постоянно говорит правительство. Однако на это уйдет 30, может быть, 50 лет. Вряд ли россияне согласны столько ждать. Решать данный вопрос нужно уже сейчас. И для этого однозначно нужен сильный рубль. Сделать рубль сильным не так сложно. Международные резервы ЦБ – более чем 400 миллиардов долларов. Ну и, конечно, бизнес, который у нас постоянно говорит о своем патриотизме. Например, денежная подушка Сургутнефтегаза – это 34 миллиарда долларов. Достаточно просто распечатать валютную кубышку и выбросить валюту на рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...